Сегодня наш рассказ о главном ключевом событии в истории Калининградской области, которое произошло в 1947 году и было связано с появлением так называемого Сталинского плана восстановления области. Калининградскую область иногда называют военным трофеем, но этот трофей достался нам изрядно потрепанным. Первым переселенцам казалось, что возродить край в жизни выше человеческих сил. Восстановление шло очень медленно и с большими трудностями. Однако дело было не только в тотальной разрухе. Довольно долго эта территория управлялась военными. Они умели очень хорошо воевать, но в мирной жизни требовались другие умения и навыки. А этот переход на мирные рельсы затянулся на целых два года. Только в 1947 году в области началось создание партийных органов власти, а первым партийным руководителем был назначен 40-летний партработник, инженер по специальности Петр Андреевич Иванов. В таком централизованном партийном государстве, каким был Советский Союз, от личности первого руководителя зависело очень многое. Иванов был командирован из Ленинграда, где во время войны занимался организацией партизанского движения. Он довольно скоро понял, в каком бедственном положении находится бывшая Восточная Пруссия. Улицы все еще оставались завалены битым кирпичом, новое строительство почти не велось, а установление старых зданий происходило лишь выборочно. В крае процветали спекуляция и мешочничество. Неблагополучным было положение в хозяйственной сфере. Планы не выполнялись, а промышленное оборудование использовалось лишь на 20-30%. На предприятиях не хватало рабочих специалистов, текучесть кадров приобрела угрожающие размеры. Разбросанные по бывшим немецким хуторам и юнкерским поместьям колхозы и совхозы не имели достаточно техники, а переданный им из армии скот был истощен и погибал от разных болезней. Массовым был самовольный уход крестьян из деревни в город. К Иванову в Апком партии стекались жалобы от переселенцев на неустроенность, нехватку продуктов, отсутствие пригодного жилья, не выдачу обещанных товаров, заминированные поля. Стали ходить слухи, что скоро начнется новая мировая война и Калининград отдадут обратно немцам. Но труднее всего было смириться ему, человеку, прошедшему через ленинградскую блокаду с фактами голода среди советских граждан. Вот что говорилось, например, в докладе начальника переселенческого отдела Терехова 12 марта 1947 года. Большинство переселенческих семей основных продуктов питания не имеют. Купить продукты внутри области они не могут. На почве голода есть единичные случаи смерти. Случаев опухания от голода уже много, в каждом колхозе от 5 до 10 семей. Положение еще более усугубляется тем, что с половины января здесь стоит суровая зима. Действительно, особенно тяжелая ситуация сложилась на селе, так как приехавшие осенью крестьяне не успели посадить картошку и запастись продуктами со своего приусадебного участка. А продовольственный паек, в отличие от горожан, им не полагался. Иванов бил на бат, писал в Москву, просил помощи руководства соседней Литвы, где обстановка была более благополучной. Только в конце мая было объявлено о выделении калининградским колхозникам сталинского пайка под два пуда зерна на человека, но этой помощи было явно недостаточно. Сознавая невозможность на местном уровне решить многие жизненно важные проблемы, Иванов решил напрямую обратиться к вождю народов. 28 мая 1947 года им было отправлено Сталину письмо на шести страницах под грифом «совершенно секретно». Это письмо более полувека держалось в строжайшей тайне и было опубликовано только несколько лет назад. В письме говорилось, что после войны на землях бывшей Восточной Пруссии отсутствовали учеты охраны имущества, ценности растаскивались, жилой фонд и производственные площади разрушались. На эту землю в Москве смотрели как на оккупированную территорию, демонтировали оборудование, вывозили ценные материалы, а переселенцам никто не разъяснял, что эта земля и все, что на ней находится, являются общенародным достоянием. Кроме того, секретарь обкома напомнил, что Калининградская область даже не была включена в государственный пятилетний план развития. Мы живем и работаем, писал он, без единого плана и по существу без ясной перспективы. В заключении Иванов делал вывод, что решение всех проблем края невозможно без помощи из Москвы. Сталин очень серьезно отнесся к изложенным в письме фактам и через несколько дней Иванов был срочно вызван в Москву. 9 июня в Кремле состоялось заседание Политбюро ЦК ВКПБ, на котором было решено создать комиссию из 15-й человек во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Николаевичем Косыгиным, который в то время являлся также депутатом Верховного Совета СССР от Калининградской области. Комиссии поручалось ознакомиться с положением дел на месте и предложить меры помощи. Прощаясь с Ивановым, Сталин сказал одну из своих знаменитых фирменных фраз «Пишите чаще и больше». Об этом позже рассказал присутствующий на встрече еще один калининградец Степан Бровкин. Для знающих людей слова Сталина прозвучали зловеще. Известным было, что вождь терпеть не мог жалобщиков и паникеров, а значит судьба Иванова была предрешена. Через два дня комиссия Косыгина на литерном, то есть специальном поезде прибыла в Калининград, где ей предстояло пробыть около недели. Вместе с Косыгином приехали председатель Совета Министров РСФСР Родионов, министр внутренних дел Круглов, другие ответственные работники. Чрезвычайный характер комиссии стал понятен сразу после того, как выяснилось, что Косыгин отказался поселиться в гостинице и вместе со своей свитой остался жить в вагоне спецпоезда, который под усиленной охраной стоял на запасном пути. В связи с работой комиссии из отпусков были срочно отозваны все сотрудники партийных и советских органов, отменены выходные во всех учреждениях и организациях, работа кипела с утра до позднего вечера. Многие начальники лишали своих постов за развал работы, было немало новых назначений. Во время работы комиссии Иванов оказался фактически в изоляции и пребывал в тяжелой депрессии. Он догадывался о своей участи. Ночь на 18 июня перед итоговым заседанием комиссии он застрелился из наградного браунинга. На собравшемся утром большом заключительном совещании Косыгин, как ни в чем не бывало, назвал имя нового первого секретаря обкома Владимира Васильевича Щербакова, работавшего ранее в Литве. В калининградских газетах и передачах радио, разумеется, не было сказано ни одного слова ни о приезде комиссии Косыгина, ни о смерти первого руководителя области. Дальнейшая работа над документами по Калининградской области проводилась в правительстве под руководством Косыгина. Был подготовлен десяток правительственных постановлений, а 21 июля 1947 года они были подписаны Сталином и вступили в законную силу. Из пропагандистских соображений их назвали «сталинским планом восстановления и развития Калининградской области». Главным в них было то, что область с полуторагодичным опозданием была все же включена в общий пятилетний народохозяйственный план страны. Несколько постановлений правительства касались ведущих отраслей областной экономики – судостроительной, целлюлозно-бумажной, янтарной, рыбной промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Планировалось осуществить запуск 178 предприятий, перешить, переделать доставшуюся от немцев железнодорожную сеть на более широкую союзную колею, восстановить миллиардативную систему, создать рыболовный флот и обеспечить область рабочей силой. Согласно отдельному постановлению о мерах помощи городскому хозяйству, планировались масштабные работы по ремонту и строительству жилья, мостов, дорог, по газификации, развитию общественного транспорта и т.д. Общий объем капиталовложений на ближайшие полтора года составил внушительную по тем временам сумму в 700 миллионов рублей. Очень важным было последнее правительственное постановление об улучшении снабжения трудящихся Калининградской области, повышавшее на одну ступень категорию снабжения продовольствием калининградцев. Кроме того, каждому работающему гражданину разрешалось продавать дополнительно по 2 кг крупы в месяц и открыть в области 25 коммерческих магазинов. Кстати, седьмой секретный пункт этого постановления предусматривал дополнительные льготы и привилегии для руководящих работников. По воспоминаниям ветеранов, сразу, вслед за принятием правительственных постановлений, все подъездные пути на Калининградской железной дороге оказались буквально забиты составами с комбайнами, тракторами, машинами и стройматериалами. Реализация государственного плана позволила в довольно короткие сроки наладить работу промышленности основными звеньями, которые стали предприятия рыбного комплекса, строительство кораблей, целлюлозно-бумажная отрасль, вагонзавод. Был введен в эксплуатацию Калининградский янтарный комбинат, крупнейшее в мире предприятие по добыче и переработке янтаря. Получало развитие портовое хозяйство области, были восстановлены основные железнодорожные магистрали. И хотя не все пункты правительственных постановлений были выполнены в полном объеме, их реализация означала крутой поворот в истории молодой Калининградской области. Это был поворот в сторону лучшей жизни, от нестабильности, нехватки продовольствия и чрезвычайных методов управления, к выстраиванию привычной для людей системы советской власти, более разумному хозяйствованию, от чувства временности своего пребывания на этой земле к большей уверенности в завтрашнем дне. И надо признать, что всем этим переменам калининградцы были обязаны коммунисту Петру Андреевичу Иванову, бесстрашному человеку, всей душой болевшему за край и живущих в нем людей. Ради них он и принес себя в жертву. С другой стороны, обращение Иванова к Сталину и его судьба стали для местных руководителей незабываемым уроком. В последующие годы в отношениях с Москвой калининградская политическая и хозяйственная элита, за редким исключением, вела себя крайне осторожно и предпочитала не предъявлять никаких претензий и не ставить проблемных вопросов, умалчивая об истинном положении вещей в области и тем самым ограничивая перспективы развития края.